что говорить к душа тагуф на тут еще русский перевод туда не очень понятно в чем я за это новый сэдер хорошо читай перевод ну хорошо я постараюсь не смотреть на перевод святость тела до душа тагуф и несмотря на несмотря на то что она как бы ее превосходство амнам илью на их душа тагуф муклы миг душа-то на шамадан несмотря на того на то что святость тела вышли превышает святости души она не может проявляться все время она это видимо святость тела до из-за чего не за того что из-за опасности которую гуф из-за опасность что гуф может согрешить по идее шама не грешил разговаривали я не помню точно писал об этом равно это как ясно причина такая с одной стороны святость не больше а с другой стороны склон из греху у него есть она может каждый момент тебя да ну почему как бы аксиоматичность святость тела будет интересный вопрос да он прямо так ставит вопрос как будто это очевидно на самом деле в ивритском тексте это не так очевидно в русском трудно так перевести умна и действительно на самом деле да святость то тело она вот такое вот у меня ощущение от текста самого она даже выше чем тут так не сказано прям на этих букв слов нет но так слышится так слышится правда поэтому тем не менее требует объяснения почему откуда идея такая что святость тела на выше святости духа но это так базу таких положений может быть раф исходит из того что тело тело является тем инструментом которые выполняет заповедь вообще что-то действовать между нами говори павшата безусловно так конечно душа нет она как бы некоторое абстрактное выражение реально душа непонятно что такое тело понятно что это дело может быть чистое нечистое так дальше а что душа но беседа теоретически существует а практически непонятно ну хорошо пойдем дальше но один раз того чтобы кроме простого смысла это во многих габбалистических подходах в частности урала кука безусловно чем они на этом очень как бы доставать что святость материального она она больше чем она просто чем чем грубее она тем лучше она запрятана и очень трудно реализовать собственно этим мир и занят чтобы найти ее вытащить как бы реализовать потенциал который есть но который не реализуется именно в святости окей то есть по тому принципу да что если рушится стена то дальше всего отлетает тот камень который был на вершине соответственно если мы тело воспринимаем как сам как более грубое чем душа значит его корень находится выше души выше и ниже это трудно сказать здесь прямо написано выше но илью нуд все-таки превосходство не обязательно да не ну правильно выше но но как бы пример может быть и верный да но просто когда мы говорим выше и ниже в разных смыслах получается по-разному в общей схеме когда может быть это я ошибаюсь конечно но когда вот дерево сферот мы видим или как располагаются миры тоже как бы они идут сверху вниз и тогда мир действия он находится внизу но это чисто схематично конечно поэтому можно все перевернуть и сказать выше в другом смысле да окей ну и потом мы не знаю правильно я говорю или нет мне кажется что в отличие от русского языка если ты святоси не как бы совсем другую как бы нагрузку правильно иврите кадош это версия отделенной что такое душа отделенная непонятно почему потому что она чуть не может быть что-то отделенное что вообще как бы неосязаемы а если есть физическое вполне понятно кодош кадошим понятно что связь святая святых в храме специально там ограждение или там вход и все то есть есть что-то физическое которое ограждает а как душу можно оградить никак это физически неизмеримо нет никаких параметров может быть и за это ну хорошо пойдем дальше святость вообще говорят буквальное значение это предназначение как мы говорим лягдив посвятить это то же самое в русском слове параллель есть и в русском слове то есть это что-то у кого есть специфическое значение иногда очень узкое назначение предназначено только для для храма для для службы всевышнего или за какой-то определенной цели и это соприкасается с тем что ты сказал что цель это есть на самом деле реализация всего она заключена в цели поэтому назначение тела оно самое самое главное а а все остальное выполнение тоже свои назначения какие то может не всегда нам понятно кстати поэтому называется проститутка почему начинаются всякие очень сложные конструкции что вот соприкасается потому что саму принципу что она предназначена для некоторого использования может это некрасиво так говорить у нее есть она отделена для этого то же самое и для женщины кедушин когда она а рэдми куда-то вот ты мне теперь предназначен ты мне посвящена хорошо продвинемся дальше да но один хорошо мы можем что дальше да но один раз в году святость тела она находит свое выражение и это происходит именно тогда кричит а алкогольного опьянения раф кук продолжает и объясняет связь которая между вот этим положением или таким состоянием и и между который связан с раф кук продолжает и объясняет связь которая между этим положением постоянным раз в году в душа до которые происходят и выражениями мудрецов на трактате шаббат а именно что евреи повторно получили тору именно во время ахашвирож почему вот это наверно идет цитата да а это из могилы потому что они это раф кук а написано что это раф кук ну не знаю а где написано что это из раф кук то что раньше было раньше было по принуждению но это лыхах муда муда рабалы урайта муда рабалы урайта ну да это муда урайта мудрец мысли не менее я забыл хорошо даже кроме этой строчки это было раньше это было некоторым претензиям не знаю как то не могу по-русски слова найти подходящего они могли раньше сказать мы приняли по принуждению мы типа не обязаны соблюдать это было ранее я просто по-русски не могу этого слова подобрать у меня бывают проколы но смысл такой что раньше раньше у них были отговорки или претензии такие по поводу того что принуждение а сейчас да наверное это связано наверное это связано с тем что правильно есть такое положение человек его принудили к чему-то против его желания исполнять то он не принудили это не очевидно но невозможно не был на этом зацикле об этом как раз говорится но у них могли быть претензии по этому поводу они все равно обязаны соблюдать я никуда не денешься но могли они жаловаться вот вы меня принудили я теперь обязан соблюдать на самом деле по закону даже если человеку по принуждению он что-то подписывает он обязан этому это это есть такой закон но в данном случае не это существенная точка а точка существенная что принуждение было как бы в целом а не душе Медраж говорит что там повесил над ним гору как корыто или как миску и говорит если вы не примете то сейчас вы умрете все здесь но это тело было угроза принуждение неважно как реально реализовалось принуждение как это описывает образ тахат лигар под горой или там оно выражалось в том что у них не было выхода там не обязаны были куда они сейчас денутся он их вывел он их вел так или иначе это все равно только относится к телу вот здесь главная какая установка а душа она готова была принять ну все что здесь говорит есть эта цитата из Равкука это идет про Моамада Арсенайда не про время у меня пошли рожки правильно тогда тогда их тела принудили и поэтому теперь параллельно должны они принять телом они должны принять да вот сейчас душа она и без того раньше принимала теперь мне кажется он хочет я не знаю может быть я не совсем правильно на этом этапе понимаю но мне кажется он хочет сказать что поскольку вот мы сейчас мы сейчас вот в буре было принятие тела уже вторые поэтому уже да ну да наверное да и можете что папа это самое поднять повыше чтобы видно да итак вот сама Моамад ситуация принятия Торы да или дарование Торы Моамад да ситуация принятия церемония дарования Торы была как известно по принуждениям да ну а дальше приводится известная вещь Всевышний он наклонил на них гору как гетит вообще типа корыто у нас тут кстати улица гетит есть рядом с нами ну вот там это музыкальный инструмент это правильно да но тем не менее гетит аги да ну да у нас тут все у нас район музыкальных инструментов мы живем на киноре а там гетит тем не менее не знаю вообще гетит это корыто а тут это гигит а не гетит гигит это гигит а слегка 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 гигит да 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 чтобы я там сказал да гигит это корыто и в современном виде тоже корыто когда моют детей в ванночке тоже называется гигит 100% то есть над ними была это только не ванночка а что-то типа корыто большого таз 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 тазу подожди там таз то вообще прилично должно быть если он величиной с гора нет а корыто ну корыто по-русски что-то большое я не помню таз тоже большой у нас в квартире было я помню меня мыло сейчас люди наверное уже не знают что такое корыто вообще ну хорошо так а кого вообще принуждали над кем было принуждение а принуждение было над над телом почему потому что я душа по своему естественному стремлению она была прилетена к всевышнему и хотела ну не знаю благость благость и такое слово есть окей амнам опять амнам однако я так думаю что гаджи но когда она 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 Я так думаю, это описывает курс «Смертельная опасность», я думаю. Да, да, да. В общем, когда у них было состояние полной чернухи, и Амана Раша хотел завладеть их телом, и когда Всевышний стал им спасением, их тело было освобождено, вызволено из сил зла от Амана. И тогда у них, все, что у них было в сердцах, это их стремление к Всевышнему, к Отцу, который, к Отцу Небесному. Ну, как бы, логику я не очень понимаю. До этого объяснили, что при Моамаде Арсенай, несмотря на принуждение, души были все равно со Всевышним. А Ахашвиро должно быть, как бы, наоборот, да, приняли по согласию, ну, давайте получается такая штука, ну, а что, тело их было занято, а эти самые, сейчас, секунду, нет, телефон звонил, а душа опять туда, то есть опять разделение между душой и этим, а в чем, как бы, противопоставление? Нет, тут, на самом деле, как бы, он реально не присутствовал, ничем им не угрожал, им угрожал Аман, их тело. И тогда они поняли, что тело, там тело противилось вообще Всевышнему совсем, а тут они и телом к нему устремились. Такое у меня ощущение, Андрей. Да, не в да, не в да, не в да, гуфам, бы освободилось их тело. Получается, при горе Синай не было смертельной опасности, и поэтому тело противилось. Я просто тоже противоречия как раз не вижу. Да, непонятно. Там же тоже говорится, что они были напуганы, там даже умерли на мгновение. Там источником угрозы был тот, кому они, как бы, должны были, с кем заключался Синай, Всевышний. Да, наверное, так. Здесь подчеркивается, что Ашем, Ая, Лаэн, Лаешуа. То есть там… А тут он был спасителем. Да, там Всевышний, Киви Яхоль, как будто был он тот, который им грозил. А здесь Всевышний – тот, который их освобождал. В этом, наверное, разница. То есть тут и там им угрожали, их телам, да? Но в первом случае им угрожал там Отец Небесный, да? В втором случае – злые силы. Да, то есть там было противоречие, по-видимому. Противоречие принятия от Всевышнего, потому что он как будто бы им угрожал. А здесь противоречия не было. Почему? Потому что они, как бы, принимали Тору от Всевышнего с одной стороны, с другой. И вон он их и освобождал. Поэтому как бы все в одном из сроков. Ну, хорошо, пойдем дальше. Но в то время… Что ты говоришь? Да, не просто понять, но давайте дальше попробуем. Давайте дальше. Но в то время, когда… Да, но в то время, когда как бы физическое тело народа находилось в состоянии тотального уничтожения… В опасности уничтожения. Соконатки. Да, ну да. Клия – это тотальное уничтожение, как я понимаю. Они возлагают свои надежды исключительно на Всевышнего. Азайгамгуфмикабель. Ну, так тогда и тело уже получает. Миратсон, тогда уже и тело получает по своему желанию, а не по принуждению-то я говорю. И поэтому отсюда мы можем заключить, что праздник Пурим, он является основой для освящения тела. Потому что в том поколении проявилась его святость. В смысле душа того, его святость, да? Святость тела. Ну, да. Лахэн, дав кабы йом зэ. Поэтому именно в этот день надо удалить цехель, надо удалить разум. Почему? Потому что он является инструментом для обнаружения святости над природой, которая над телом. Это происходит из-за того, что, по-видимому, сущность этого дня, имеется в виду, наверное, Пурим, да? И не оно шаляем. Сущность этого дня проявить святость еврейского тела. И так продолжает Раб. Раб, см. Раб. Да. Ну, давайте снова нырнем сюда. И поэтому в этот день, свидетельствуя о тенях, которые уходят, исчезают, да? Ну, я перевел вот этого ада, да? Может быть, навсегда исчезают тени? Да. Ну, может быть. Я думаю. Ле ада цлилим янусу. Немножко такой возвышенный язык. Ну, да. Навечно тенью. Смотри, если было бы янусу ле ада, тогда было бы да. То есть, куда? Тогда навечно. А вот ле ада цлилим, то, я думаю… Ну, по-русски тоже это не совсем естественный порядок. Короче говоря, опасность уходит. Это выражается в том, что вот, как они, нависающие тени этой опасности, они как бы уходят. Сейчас. И даже… Кибы Холь Ёмош, она… Каждый день он… Вот кто? Ам Исраэль, что ли? Как будто работает… Пьяный, я думаю, да. Становится подобен и долл поклонств. А кто это каждый занимается долл поклонств? Пьяный. Пьяный. А, пьяный. Да, да, да. Правильно. Пьяный как будто у этого дозора. Правильно. Как будто. Да. Ну, потому что он… Да, потому что… Да, потому что… Вы как будто становитесь важнее всего. Да, потому что его интеллектуальный, как бы, интеллектуальный разум от него уходит, уходит, ну, больше, чем уходит. Но в этот день, это, в смысле, в Пуре, заповедь быть бессумием, но бессумием – это, значит, опьяненным, да. И продолжается большой свет, в смысле, возвышение, наверное, из-за Альедейза, из-за того, что он вот… В сумме от того, что он не трезвый, пьяный, да, или того, что у него цех или нет, как это объяснено в словах Аризали. Окей? В этот день… Ада раба, ваа да раба, в этот день, напротив, святость, она в пьянстве, и тогда он неподобен занимающим долл поклонством. И раб, в смысле, раб куб, добавляет, и к этому есть специальное галахическое следствие, последствие. В течение всего дня, если не трезвый, не молись. Миколь, Макомбы, Йо Мазе. А, наверное, кроме заключения этого дня, в этот день, наверное, пьяный может молиться так, что ли? Это в трактате Рувин. Да, это плоха такая, потому что человеку запрещено молиться в пьяном виде. А в поле есть разрешение молиться в пьяном виде, но не совсем уже, когда у тебя язык заплетается, не знаю, с чего говоришь. Но достаточно так. Тогда не пьяный, по-моему, нет, я же там говорю, ну, не пьяный, если не заплетается. Ну, я помню, заснувший человек может быть частью Миньяна? Нет, по-моему, нет. В обычной Миньян человек пришел человек Миньян молиться и заснул. Ему же не говорят, эй, ты, проснись, у нас Миньяна нет. Ну, спину здоровья, бацаны. Нет, смотри, вопрос не в том, что он может быть частью Миньяна, а может ли он молиться, это разные вопросы. Может ли он пригласил, можем ли положиться на то, что он произнесет правильные слова, на то, что у него будет правильное намерение, на то, что у него как-то от этого крыша не поит вообще. Ну, вообще, в обычном не разрешают пьяному молиться. То есть, все это вопрос, что значит пьяный, и это тоже где-то разбирается, по-моему, в трактате. Ну, еврейский пьяный, это вообще не пьяный. А, еврейский, точно, вот здесь об этом как раз и весь. Ну, там какие-то советы дают, сколько нужно ему поспать, и сколько нужно ему пройти. Ну, еще не важно. Окей, идем дальше. И почему это не считается, что он как бы занимается за поклонством, как во все дни? Потому что это часть самой митцвы, самой заповеди. И поэтому это как бы не засчитывается, не считается, не знаю. И учит нас Раф. Да, и тут Раф учит нас большому хедушу, новому открытию. Да, открывает что-то новое, до сих пор до этого неизвестное. О том, что пьяный, вообще говоря, он даже имеет право благословлять. И даже может молиться, находясь в пьяном состоянии. А, вот тут уж Нехаму сказал. Нехаму очень разбирается в пьянстве. Все то время, пока он не в доску пьяный. Вот я бы так перевел. Хорошо. Поэтому я, я не знаю этого, сказал. Еврейский пьяный, это не пьяный с русской точки зрения, насколько я понимаю. Вот это то, что здесь написано. Это легкая форма опьянения. Евреи пьют так, как в России женщины коктейли пьют, по-моему. Ну, хорошо, пьем дальше. Очень что-то красивое. Это Раф Кукс. Бин это бина, наверное, что-то такое. Да, и камина. Да. Я не знаю, это, наверное, откуда-то, хотя странно, что ссылки нет. Не-не-не, это Раф так говорит, я думаю. В ней к ним слова, и твоя душа, и они скажут что-то твоей душе скажут. Да, да, что-то типа этого. Окей, короче говоря, прочитай, врубись, и будет тебе хорошо. Окей, в этот день открывается особая святость. О, и эта святость заключается в отсутствии святости. Вау. Это мы в прошлый раз говорили, да? Да. По... По... По Магаралю, да? По Магаралю, да. Это как раз и ее отсутствие. А пара в руку, это особый вид святости. Астер-эстер? Ну, астер-эстер, это, наверное, астер-эстер по ним, я так думаю, это вот на эту тему, да? То есть сокрытие, я думаю, что дальше будет про сокрытие лица. Дальше пойдет, да, политическая часть про Израиль и народы мира. Да, 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 потому что это такое выражение, астер-эстер по ним, да. Да, сокрывай, сокрою лицу. Игра слов, да, сокрою, эстер. Я только не думаю, что это истер, я говорю про эстер. Мне так кажется. По-моему, есть выражение, астер-эстер. Нет, выражение, да, астер-эстер по найс, сокрывай сокрови свое лицо, да. Эстер – это не женское имя, не женское имя, не женское имя. Ну, женское имя, эстер, здесь же так написано. Я думаю, что есть выражение, эстер-эстер по ним, это Всевышний говорит. Нет, ну это то, что Андрей сказал. Он говорит, я тогда совершенно строю свое лицо. Астер-эстер. По-русски написано «сокрой эстер», в смысле, эстер, женщину эстер. Ну да, потому что так написано «стер». Окей. Ну как вот перевести по-русски так, чтобы было «сокрой сокрытие» или «сокрой эстер», это вместе. Ну хорошо, окей. Итак, углубимся чуток дальше, а углубимся немного в сам рассказ «Могилы». Есть много способов, каким образом можно вчитываться, вглядываться в «Могилу». Но по простому смыслу, по простому смыслу можно увидеть, что могила, или вот это могила, видите могилу, в смысле рассказ у римский, да, квитка эстер, как рассказывающий некоторый рассказ, как рассказывающий рассказ, копирующий божественное присутствие. «Из земли Израиля для всех народов мира». Ну тут атака, наверное, все-таки, потому что она отключается от своего места и перемещается вот к народам мира. Ну да. Вот это атака. Да-да, я думаю, есть даже, по-моему, такое выражение «ла-ти-ко-ало», то есть по простому смыслу это как бы скопировать, дублировать, правильно? Оток – это копия. А с другой стороны, да, по-моему, есть такое выражение вообще библейское «атака» в смысле перенос. Окей? Да-да. Да. Сейчас, секунду, Дима, это Катышкина. Да-да-да. Итак, каким образом перешло царство Израиля, перенесло царство Израиля свое присутствие народы мира через образ царицы, я не знаю, эстер, да, через образ царицы эстер. Окей? То есть имеется в виду, что как бы это только символ, на самом деле это все царство Израиля. То есть Малхлут в Исраиль переезжает в Вавилон, то есть вообще к народам мира. Да. Да. Да, атака здесь перенос, конечно. Хотя в каком-то смысле может быть действительно слово атака имеет смысл. Ты знаешь, это когда-то и файлы переносишь, у тебя есть мув и копи. Мув это когда у тебя не остается на прошлом месте. А атака, это куда у тебя остается на старом, и копия переносится на новое. Вот может здесь атака тоже. Здесь по смыслу как раз ничего не остается. Ну хорошо, окей. Это то, что ты и раньше сказал сам, Натан. Да, да, да. То это перенос, а не копирование. Ну хорошо. Хотя в современном языке это, конечно, копирование. Такая-то, да. Чтение Свитка Эстер. При чтении Свитки Эстер возникают вопросы. Вообще, что есть два таких замечательных еврея, усердно работающих. Ну, еврея в смысле Бесседера. Одна еврея, другая еврейка. Называется Два еврея. Два еврея Мордыха Эстер. По-русски так невозможно сказать. Есть двое, а, двое, 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 двое из еврейского народа, которые усердно работают. Мордыха Эстер. Однако в конце истории сказано, а, про Эстер еще сказано, сказано, а Мордыха и Айудии, он второй после царя Ахашвироша, и вообще уважаемый у евреев, я бы так сказал. Вагадолы и Айудии, окей, уважаемый человек у евреев. То есть, как бы, они его все очень уважают. И тут возникает вопрос, а Эстер-то где? Вначале было двое, которые пашут, а в конце упоминается только один. Ну, макара. О, бедзюк ма, 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 алла, багварала. А что же с ней случилось такое? Что с ней приключилось? А могила, б элегантиюд. Но, вот этот цветок Эстер элегантным образом полностью вычеркивает трудовую биографию Эстер. И это, да, и это, это дико, как бы, бросается в глаза. Да, цорем это, знаешь, иньян цорем, это означает, я мимо проходить спокойно не могу, это меня бесит. Что-то типа этого, да. В особенности, в свете особого акцента, а в особенности, когда подчеркивается, ну, вот, такое хорошее, то хорошее, что выпало на участие Мардыхая. Да, эстер попросту остается, хашвироша. Ой, кошмар. И так дальше. Сипур могила улы маосе. Гам сипура трагедия айшит. Да, и по существу получается, что вся эта история могилы, звитки эстер, это история личной трагедии, большой личной трагедии. Самой эстер, по имени которой вообще не названа сама могила, она пропадает без вести, и нет ее. Ведь сказал ей Мардыхай, если ты смолчишь в это время, то тогда, ревахва от сала, освобождение, придут к евреям из другого места, и ты, и дом твоего отца пропадут навечно. Вот сказано пропадут, они и пропали. Мард не промолчала вроде? Ну хорошо, это я задаю вопрос. В эхен, и действительно, эстер пошла к царю, умолила его, и освобождение действительно пришло к евреям. А, и действительно, освобождение пришло к евреям никаким другим образом, а именно через ее действия. Он же сказал, придет из другого места, оно пришло не из другого места. Да-да-да, да-да-да. А она, тем не менее, пропала без вести. По тому, как она сказала, что сказала, эстер, это я говорю, эстер, оценивая всю опасность шага идти в наглую к царю, не быть туда призванной, как это было принято. Она говорит, что еще может быть ситуация, что я буду, я погибну. Окей? Я пропала. Я уже пропала, так пропала, да. Пропала, так пропала. Ну уж, да, пропаду наверняка. А дальше Раф Шерке кричит, говорит, мезозе, ужасно, шуму шамаем, ужасно. Что ж тут ужасного? И да вообще... Да, тут вопрос, что, вот это меня поражает, что здесь, что ж тут ужасного? Очевидно, что тут ужасно. Ужар, не понятно? Вымлодайбазе. И если этого недостаточно, то есть если этого жуткой картины недостаточно, к тому же еще сказано... И одела сестер в царские одежды, и предстала во внутреннем дворике царя. Да, что тут такого страшного? И на это сказали мудрецы Хазаль, в Медраше брешит раба. Вот это не очень, например, лавша Малхут Бейтави. Она как бы оделась в одежды царства отчего дома. Наверное, эта идея в том, что она... Кауля. Да, что она как бы... Она одела царские одежды, еврейского царства, конечно. Да, наверное, по прямому смыслу, действительно, да. И это намекает на то, что, так сказать, нету царства в Израиле, оно перешло... Да. Это связано с Келим тоже, и с Келим, которые были на Перу, и это... То есть это вот этот общий безайон, да, наверное. Лена написала что-то, пожалуйста, посмотрите в чате. Итак, что такое Бейтавиа, а что такое ее дом? А дом ее отца – это дом царя Шауля. Как описано в генеалогическом дереве, или в генеалогии, да, так говорится, в начале могилы. То есть, как будто получается, что Эстер, она передает царство Израиля Ахашвирошу, и в этом заключается тот, та цену Мхира Ацаламиды, и в этом заключается цена освобождения из рукамана. И это объясняется в трактате Могила, и также объясняет это Маораль, Маораль из Праги, да, в книге Орхадаш, в странице, сколько это, 75, что ли? Раф, Аба, Бар, Эфрон. Начал, это не открыл, я не понимаю. Потах – это такое выражение в Медрошах. Начал, потах, ну, начал свою речь. Петхал, аэй, парашат, махасэ. Это я, честно говоря, не понимаю, что это такое. Потахла, потахла, в смысле не Эстера. Что такое? Ну, не знаю. Он начал объяснять этот отрывок отсюда. А, окей. С чего? Окей. Когда он хотел объяснить Магилат Эстер, он хотел это объяснить в качестве исполнения одного пасука, одного стиха из книги Ирмияо, в котором скрытый смысл заключается в том… А, в котором скрытый смысл в этом… Не скрытый. Он породил… Нет, там нет скрытого, там он заключающийся в нем. Да, породил всю историю могилы, свитка. А вот этот пасук. И как там… Да, это ты да. «И поставлю престол мой в Эйламе, и стеблю там царя и князей, говорит Господь». Эйлам, и вот это место Эйлам, это и есть тот самый Парас, это Персия, центр столицы которого Шушан, как написано в книге Даниэля. «Был я в столице Шушана, что в стране Эйлам». И продолжает Маараль. Мелах, когда говорится царь, имеется в виду вашти. А когда говорится сарим, князе, это имеется в виду Аман и его десять сыновей. Можете чуть-чуть повыше поднять? Секунду. А что там чуть-чуть наверх было? Какое еще раз выражение? Нет, то есть вот этот Раби, да, объясняю. Ну да, то, что Всевышний, тем не менее, был в Эйламе, то есть тем не менее он был в Парасе. Как я понял, не тем не менее, а что как бы, то есть весь свиток Эстер, это раскрытие вот этого пасука из Еремии. Ну, наверное, да. Вот это вот Эстер, Эстер, Астер, то, что с одной стороны скрытое имя, лицо было скрыто, но сам он присутствовал. Такая, наверное, идея. И этот, из этого пасука из Еремия, правильно? Потому что географию можно привязать к Могилат Эстер, Пуриуму. Да, и, по-видимому, объяснение в том, что именно заключенный в этом смысл как раз и была причина всей истории Могилы. Потому что, когда ушли в Галут Исраэль, да, в изгнание, и был Израэль под властью царей Мадай, и Всевышний тоже был с ними там, как сказано, да? Потому что сказано, что трон царства его был в Илане. А только что нам объяснили, что Илама это и есть по-раз. Моши кодом Малхут Израэль, а я кисэ Малхутоб Иерусалай. Подобно тому, как раньше трон царства Израэля был трон Всевышнего, который находился в Иерусалиме. То есть, как я понял, троном Всевышнего было царство Израэля. А теперь оно переехало к народу мира. Ну, да. Ну, то есть, как бы логика такая. Мы видим, что Всевышний, несмотря на то, что лика его не было, он перешел в Парас. То есть, он был в Парасе. А что такое лика Всевышнего, а именно трон его, это он символизирует, или он это и есть, трон Израэля. Поэтому, как трон Всевышнего переехал туда, так и царство Израэля переехало туда. Вот так что. Такая логика. Поскольку, наоборот, поскольку евреи оказались там, то и трон Всевышнего там. Так я поняла. Ну, да. Да. Ну, можно так, да. В общем, не знаю, не важно, поскольку или поскольку. Всевышний обитает, и теперь Всевышний обитает в Шушан-Абира, в столице, которая называется Шушан. Охаш-Мирошик. Божественное присутствие по существу является утерянным. Утерянным и находится в заключении у народов мира. Мэ-за-а-зэ. Ужас. Едем дальше? Хотите, я почитаю, или Андрей? Да, пожалуйста. Да, почитаю. Я вообще-то, поскольку, если есть сомнения, а так вообще-то, ну ладно. Как хотите, пожалуйста, нет проблем. Как сказать, я думаю, что поскольку есть перевод, напрягаться и читать с переводом сразу с листа, это возможно. Может быть, это утомляет слушателей, я просто думаю. Из слов наших мадрецов в трактате Мигила мы учили, что в каждом месте, в котором сказано в Мигиле «Мэль Хашвирос», говорится о царе Хашвирос. А в каждом месте, что написано «Хамэль», царь, большой буквы имеется в виду, то есть определенным падежом, да, имеется в виду царь мира. Но это, конечно, не совпадает с понимаемым смыслом Писания, а имеется в виду, то есть мадрецы имели в виду, что царь мира царствует отсюда и далее через царя Ахашвироса. Как сказано, а не как сказано, а как говорится, что Шхена – божественное присутствие у него. Управление происходит через… План находится в заключении у него. Да, в заключении у него, но смысл этого практически, что он правит миром. И как бы, поскольку на самом деле миром правит Всевышний, видимо, это управление, мы видим, как оно осуществляется через конкретного царя. В данном случае Ахашвироса, поскольку там персидской империи в этот момент… То есть театр марионеток, то есть Ахашвирош, он кукла, он кукла. Мы видим, как она дергается, что она так вот делает, но им как бы управляет. А механизм управления сейчас вот объясню. Нет, я не думаю, что он хочет сказать, что у него нет свободы воли. Но просто я не знаю, как там, по разным мнениям, по-разному. Есть мнения, действительно, свобода… Как обстоят дела свободы воли властителей? Думаю, все равно она у них есть. Но это… Тем не менее, они выполняют волю Всевышнего. Есть это… Всегда у нас есть вопрос о том, как это работает, двойная причинность. Но этот вопрос все время возникает и в Танахе, и в философии. Но, короче, Бог управляет историей. А нам кажется, что ими управляет Ахашвироса, потому что он ведет какие-то войны, он делает какие-то интриги. И он… Ну, не знаю, эти персидские корыши разрешают построить храм. Конечно, это от Бога, что он ему разрешил построить храм. Но, тем не менее, в данном случае он был его посланником. Все-таки, вот это вот странно, не то чтобы режет ухо, но это как-то звучит, не знаю, что божественное присутствие, божественное присутствие. То есть, как бы получается, что есть какое-то разделение между самим Всевышним, между его присутствием. Нет, это разделение не в сути Всевышнего, а в том, что мы видим. Да, но что там… Это как-то не знаю, это трудно понять. Когда говорили, что шхина была в Скини-Завете, например, да, ну, понятно, специальное место, вот туда Муше приходил, там была шхина. А что означает, что шхина была в Ахашвиросе? Мне кажется, что важно, ну, ключ это слово «малху», да, это, собственно, царство, это самоуправление. Оно должно идти через храм, через Иерусалим на всю планету, а идет оно через народы мира. То есть, народы мира сейчас… Да, вот этого слова «клуа» – это нехорошее слово. «Клуа» – это заключенное. То есть, это… Ну, правильно, это вынужденный положительный. Они на своем месте находятся. Ну. Ну, хорошо. Ну, это не идеальный положительный. И так, спрашивает Мухараль из Праги по поводу числа вот этих четырех царов в пророчестве Даниэля, или в книге Даниэля, в которой, ну, там есть отождествление. Мы отождествляем их с Бавелем, с Персией, с Грецией и Римом. Что через них проходит, как всем известная история. То есть, действительно, на разных этапах истории это те империи, которые властвовали в мире. Почему мы не считаем с ними еще и царство Ишмаэля? Потому что, несмотря на то, что это очень большое царство. И он отвечает, потому что мы считаем только те царства, которые получили свою силу от Израиля. И потому что, и поскольку Ишмаэль не получил свою силу от Израиля, он не считается. И теперь, я не очень поняла это, между нами говорят. Каким образом они получили свою силу от Израиля, а Ишмаэль нет? Он сейчас объяснит. Хорошо. Сейчас объяснит. Я не помню. Я когда-то читала, но уже забыла. А теперь нужно спросить, как на самом деле работает… Переходит царство от одной империи, скажем, одного царства к другому. И ответ. Оно переходит через потомка женского рода из предыдущего царства. Например, как Ишмаэль доследует царство, Вавилонское царство, через то, что внучка… Как по-русски? Набухутаносер. Набухутаносер, да. Набухутаносер, да. Я забываю, как по-русски звучит. Царя Вавилонского, он взял себе и она, именно Вавилонского. А как перешло царство от Персии к Греции? Александр Македонский захватил Персию, убил последнего персидского царя, Дарьяруша III, Кодомонос. Не знаю, как его назвали. Можешь проверить в Википедии, я уверен, что есть. И после этого взял себе в жены его дочку Статира. Статира ее звали. Это тоже известная очень история. Историческая – это факт. И отсюда, и далее была основана… На этом дальше построилась эллинистическая культура. И последняя в эллинистическом империи – это наследник Александра, была Клеопатра, царица Египта. И она вышла замуж за императора Юлиана, и после за Антонио… Антонио, да? Антонио, да. Это Юлий Цезарь, наверное, Юлиус Кесар, да? Да, наверное. И они были не владыки, а руководителями Римской империи. То есть таким образом, таким странным, интересным образом… Видимо, здесь не случайно… Я так хочу позволить себе пофантазировать, если уже у нас есть время… Что есть здесь какая-то связь с Ашхиной, которая женского рода, и она как бы находится… То есть таким образом получается, что вот эта передача Ашхины происходит через женщин, которые наследующее царство берёт себе вместо женщины из предыдущей империи. Да-да, об этом и есть. Но я хочу сказать, что Ашхина не просто так, что она происходит с женщинами, она сама женщина. Да. Ну как, условно говоря, конечно, не нападать на меня, Натан. В древнем мире это было понятно само по себе. Потому что так переходит царство от одного к другому. И вся эта сила в конечном итоге происходит от Израиля. В конце концов, царство, которое пришло к Бавелю через захват… Ну тут, наверное, всё-таки власть, да? Бавилон получил, он его получил, когда захватил Эфрам. И увидел как бы… Как это… Наготу… Сеона… Ну… То, что не должно было открываться святая святая к никому, видимо, поэтому он называется… И все прославлявшие её, я читаю, в переводе уже русском, стали презирать её, потому что увидели Наготу её. Видела она, как язычники вошли в святилище её, о котором ты заповедовал, чтобы не входили они в собрание твоё. Эйха. Ну да, как бы понятен, откуда берётся образ Наготу. То есть он насквернил её, и таким образом как бы он её себе присвоил. Как говорится, приход в храм – это… Бия вообще – это приход. И также это связь, половая связь, да? И здесь оно уподавляется, действительно, приход в храм, захват храма, он уподавляется… не… так сказать, незаконной связи, да? Бията Раэль, к бията Раэль. Ну, обладели, скажем так. Ага. А ты не перевёл это, да? Я не решился это перевести. Да, нет, но это однозначно, потому что бията – это известное такое… известное уподавление и… Ну да, он таким образом как бы, в каком-то национальном смысле, он ей этой шхиной обладел насильно, и таким образом получил своё царство. То есть всё началось здесь. Он получил свою силу, из которой потом эта империя пользовалась. А потом она… И она переходит от одного к другому. Да, да, да. И поэтому с этим понятно, почему сказано в определенных медрашах, которые говорят об избавлении, например, медраж с Рубавель такой есть, ну, наверное, не очень известный, что во время избавления нужно быть… нужно, чтобы женщина возглавила… должно случиться так, скажем, чтобы женщина возглавляла Израиль. И эта женщина придёт… Ну, это вот сложное место, да… Знаешь, это такой… Как это сказать… Ну, квинтэссенция какая-то. Квинтэссенция, скажем так, да. Квинтэссенция вот этих самых народов мира, снова назад к Израилю. То есть она соберёт всякие такие… суть в разных народах мира, станет руководителем Израиля, и таким образом сила к Израилю вернётся таким мистическим путём или символическим. И через это соединение к великой реалии… Сама эта держава… А, они… А, они… Да, извините, я… Немножко… Держава… Великая держава Рима передаст свою силу Израилю. Угу… И может… А где… Да, да… Есть это… У Рима… Есть… Ну, выражают этот Рим… Кстати, Россия называется третьим римом вполне… Россия и Америка. Америка, она действительно как бы в наше время самая крупная держава. Например… И вот как может такое случиться? Например, будет такая женщина, что она может родиться в России и вырасти в Америке, а потом вернуться, вернуть силу этого царства через то, что она будет назначена главой правительства. И это, как он говорит, это продолжение истории Мигилы. Что скажешь, надо? Нет, я хочу сказать, что Америка – да, но Россия у Раф тоже считает, что это мат-самасфер. О ком он говорит? Женщина, которая сейчас в России, выросла в Америке, приехала и стала хорошей Мимшалаги. У нас же есть такая конкретная женщина. Он говорит здесь про Голду Мир, совершенно очевидно. А, да, про Голду Мир, наверное, да. Конечно, она родилась в России, выросла в Америке. Она родилась в Украине, да? Ну, может, в Украине, для них это не по-разному. Да, кажется, в Украине. Украина, Белоруссия, что-то типа этого, да. Ну, для них это все… Тогда это была Российская империя, между нами, говоря, в те времена. Да. Так что, я думаю, это так прозрачно, мне показалось, что это очевидно. Рав тоже, он говорит с израильскими, слушать телевизором. О ком речь идет, да. Я думала, Натан сразу скажет про нее. Ты что? Я думала, что Натан сразу про нее вспомнит. Нет, не вспомню. Ну, наверное, Россия сбила с толку. Я даже проверила, есть ли это слово в тексте Рава, или это ваша была идея. А, Россия? Нет, это я переводим все, как он сказал, да. Но я уверена, что он имел в виду Голдомир. Потому что это не то, что он говорит, когда-нибудь мы отнимем у них силу. Он уверен, что мы ее уже отняли, что мы уже… Сила у нас. Может быть, это еще не раскрылось, но так. И продолжает Махарали, говорит… Ну, я посмотрел в Махарали, то есть это продолжение вот того отрывка, где он комментирует из Гермияву отрывок, что то, что я поставлю свой престол в Эламе, да, вот это вот для того, чтобы… Не перестал израиль. Чтобы не оставить их одних в изгнании. Ага, понятно, да. А иначе они бы давно пропали совершенно своему знанию из-за народа. Нет земли на всем земном шаре, что туда не добрались изгнанники Израиля. Однако существование евреев, наиболее интенсивное существование евреев было только в странах ислама и христианства. И евреи могли существовать там, поскольку это была некоторая культурно-религиозная близость. Наши родственники, как бы христиане и мусульмане. На территориях Исавы, на территориях Ишмаил. Эти страны, на которых была… Располагал Шхена, ну, поскольку она шла вместе с евреями, я думаю, во времена изгнания Израиля. А вне этого пространства мы находились среди нееврейства… ГОИТУТ, как бы такое, от слова ГОИТУТ. Абсолютного нееврейства, да, грубого нееврейства. Которое поглощает, видимо, Израиль гораздо больше, чем… Чем родственники, вот эти Исавы и Ишмаил. Да. И поэтому говорит Махараль, и поэтому он не оставил Израиль, поскольку, если так, иначе они бы исчезли совсем в изгнании среди народа. И только поскольку Всевышний был с ними и помогал им, глядел за ними, управлял ими. Поэтому этот стих – это обещание Израилю, что я поставлю свой трон в Вейламе и уничтожу там царя… Он раньше сказал, что это Аман, царь и министр – это Аман и его дети. Чтобы Бог Всевышний… Поскольку Бог Всевышний помогает Израиле, скажем так, что… Не оставляет их… Пока не поставят царей и министров… Не уничтожат, да, царя? Пока не уничтожат царей и министров, которые доставляют их… Угнетают их. Например? Тут не очень понятно. Все-таки в начале книги Эстер была убита в вашке, потом были убиты князья, вот эти Аманы и его дети, а Галут все равно продолжается. Тут же обещание в том, что… Он не обещал их вывезти, он обещал ляжги… То есть ты вот перевел правильно – проведение, но это трудно, как в русском контексте. Продолжает следить за ними, продолжает управлять ими, продолжает им помогать, неважно как. То есть они… С одной стороны, он приговорил нас к Галуту, с другой стороны, он нам не дает там пропасть, и когда нас хотят уничтожить, он их уничтожает, наших врагов. Ну, я прочитаю еще раз цитату Зермиял. «Я поставлю престол мой в Илами, и истреблю там царя и князей, говорит Господь, но в последние дни возвращу плен Илама, говорит Господь». То есть тут еще есть продолжение цитаты. Ну, дальше будет как бы… То есть эта тема развернута еще в видении «Горящего куста». Тут, я думаю, может быть, перенести или как? Просто осталось уже 12 минут. Ну, давайте принесем тогда. Мы, во всяком случае, это было, мне кажется, вполне интересно. Но… То есть тема глубокая, мы как бы ее, ну, прочитали, а понять, обсудить мне не успели. Да, поэтому можно еще попробовать обсудить, как это… Во-первых, само это… Ну, то, что как бы управление… Мы об этом говорили, да, что оно… Видимо, что правление происходит через другие народы. Но не только как бы… А с другой стороны, мы сейчас видели, Шушхина не просто, так сказать, она действует через Ахшвероша, но она как бы защищает евреев. Постоянно так или иначе. Не только через… Через… Царей… Любыми способами, наверное. То есть получается, чтобы евреи выжили, да, в конечном итоге, несмотря на то, что там было все жестко, управление осуществлялось через вот этих царей народов. Да? По-прямому, да, об этом здесь говорится. Поэтому Мегелет и Эстер вынуждены во всем действовать через царя. Она как бы символизирует Шхену. И она действует через царя. Евреи не могут сами как бы ничего сделать. Да, Мердыхай – второй человек в царстве, но все равно он как бы под царем, да. То есть они ему говорят там, как бы, сделай новый указ, чтобы спасти евреев и так далее. Но все равно вот этот Малхут, именно аспект царства, он находится в руках народов мира. Да, мы, этот кусок, он довольно такой семистичный все-таки, надо сказать, да. Мы, там, начало, рано пыталась убедить, что это очень грустная история, и поэтому у нас есть заповедь радуется. Но я чувствую, что постепенно она меня убеждает. Поэтому и заповедь, да, что тут раскрывается довольно-таки грустная картина. Поэтому как раз заповедь радоваться, увеличивать радость в месяце Адар. Да, ну то есть радоваться все-таки не тому, что произошло, а для того, чтобы… С точки зрения разума, действительно, все очень плохо. И, фактически, тер плохо, ну как, она должна была… Была отдана как в бою. И она всегда осталась заключенная в этой золотой клетке царской. И с евреями, как бы, они в тот момент не получили какой-то независимости, ничего. Это с точки зрения разума. А вот поэтому надо набиться и подняться повыше и понять, что там проявилось какое-то очень важное свойство, которое дает нам оптимизм, надежду, способность радоваться и так далее. Несмотря на то, что в тот момент, конечно, все ужасно, да. Но вот это сейчас хорошо. Вот нам сейчас хорошо, да. У нас есть свое государство. Голдемейр, принесла нам силу всех этих предыдущих царств, вернула назад в Израиль. Мне кажется, это очень красиво. Особенно, когда мы… Причин сейчас пить нету. Каждый день причин пить нету. Каждый день пока нет. Каждый день нет. Пивка можно. А если уже сейчас все хорошо? Во-первых, не все хорошо, как мы хорошо знаем. А если не все хорошо, то пивка как бы можно так, чтобы немножко расслабиться. Нет, любисуми… На самом деле, есть мнение такое, что любисуми – это обязательно вино. Потому что… Ну, это обычно относится к вину. Чтобы от человека пахло хорошо. Чтобы от человека пахло хорошо. Ну, в общем, это да. Уже приятно. В песнях говорится и нотами в усами. То ли их какими-то добавками давали для хорошего запаха, то ли они на самом деле подразумевали, что вина действительно арома такая. В общем, мудрецы, мудрецы как воду смотрели. Я помню, в метро едешь в Москве утром там в понедельник или в понедельник, как это называлось, пахнет просто красной звездой или как это называлось. Весь вагон просто совершенно. Ну, не в пуре. В общем, короче, можно, наверное, и не только вино с задним числом, потому что у нас называется бедеевит, но лучше вино. Да. Ну, да. Разборанный спирт не надо, потому что он без запаха и вообще плохо ест. Понятно? Вот, вот. Запах. Если какой есть, то вовсе не тот, который вызывает стаминь. Я знаю свое биологическое прошлое. Ну, хорошо. Ну, очень глубокие вещи, конечно, точно. Трезвым в состоянии точно не поймешь. Ну, ладно. На следующее занятие блинедер принесу тогда бутылку. Да, на урок не выпивши не приходить, такая будет идея. А следующий урок нам придется все подытожить и уже как бы подготовиться к пурему, чтобы мы знали, там, с какой кованой напиваться. Сто процентов. Вообще стоит ли напиваться? Ну, не до конца, понимаешь, все время говорят. Нет, ну, поэтому, как мы уже говорили, есть разные мнения. Некоторые отрицательные к этому относятся. Говорят, не надо напиваться, немножко подремли, все будет хорошо. Ну, это такие больше, менее мистические взгляды. И они считают, даже если, вообще говоря, есть такое какое-то высшее прозрение, то, во всяком случае, не каждый Вася или... Не каждый напивший Вася вырубается в то, что Рафширкин написал. Да, да, да. Васю не надо обижать, только Васю не надо обижать. А некоторые говорят, почему, пускай все попробуют. Вдруг кто-нибудь, или наоборот, каждый немножко отщипнет себе по кусочку от этого мыши. Ну, Вася только мне не понравится, но уже не каждый напившийся Моша тоже вырубается вообще. Кстати, насчет Васи и Моши, я... Не каждый напившийся Вася или Шлома, я сказала. А, Шлома, ну Шлома бы сказал, да. Нет, я обратил внимание, там, где говорится про святость тела, говорится святость еврейского тела два раза, да. То есть, поэтому не факт, чтобы на иноах вообще надо там пробовать напиваться в этот день. Нет, а вы ни-ни, а вы ни-ни. А, я тоже так думаю. Это обидно. Ну, хорошо, все, представь. Ну, хорошо, дамы и господа, мы повеселились замечательно, по-моему. Вещи глубокие, сразу не видишь, но это, видимо, нормально. А смех, он помогает поставить себя на правильное место по отношению к глубоким вещам. Я такой, вот я все понял, я осознал, вот здесь вот так. Это такие швироты, это там вот такие цимцумы. Ну, я уже понимаю, что это все очень далеко. Абсолютно. Ну, послушай, великий русский народ сказал, без пол-литра не разберешься. Вот это прекрасно. Ну, без пол-литра тоже, да. Раз в году, ладно. Раз в году. Подготовимся к этому. Ну, хорошо. Приходите к нам. Приходите к нам еще. Всем счастливо, до свидания, мы плавно переходим, закрывая это и открывая другое в уроке Мейера по устной торе. Всем счастливо, пока. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...